все коллеги здравствуйте еще раз тем с кем я уже поздоровалась ты только подключился здравствуйте добрый день еще раз давайте проверим как меня видно как меня слышно на видео нет звука кто-то пишет скажите пожалуйста у всех остальных звук есть все окей уже есть окей а коллеги смотрите у меня к вам такой вопрос для того чтобы лучше было интернет-соединение я могу отключить камеру но как вам будет комфортно может быть вам будет комфортнее чтобы все-таки вы меня видели вот просто мы можем по ситуации смотреть если подвисает то я отключусь михаил селин я не вижу вас может от кто как пока отлично так а у кого-то не видно давайте попробуем отключить камеру сейчас я отключила камеру посмотрите хорошо ли меня слышно у всех ли все замечательно и тогда приступаем спасибо большое за обратную связь вернитесь давайте я буду по мере необходимости возвращаться буду вам показывать экраны и периодически к вам выходить или таким образом я думаю что у нас будет отличное интернет-соединение и этот прекрасный день для нас будет еще более прекрасным ну что ж коллеги здравствуйте меня зовут юдина елизавета я являюсь бизнес-тренером компании туи почему собственно я провожу вам данный вебинар хотелось бы немножко поделиться своим опытом на время все-таки включу к почему я провожу этот вебинар во первых потому что эта тема сейчас достаточно актуальна согласитесь да все мы с вами ушли работать на удаленку а во вторых я имею достаточно богатый опыт работы из дома и даже было у меня время когда вынуждены мне пришлось работать в больнице не даже заключила достаточно хороший контракт в это время то есть работы вне офиса я не боюсь давным-давно я ее освоила знаю как это делается и сейчас мы с вами пройдемся по верхушкам того как это лучше делать как это лучше настраивать чтобы работа у вас была эффективная ну что же двигаемся дальше скажите пожалуйста на текущий момент если смотреть по шкале от 1 до 10 как вы оцениваете свое внутреннее состояние насколько вы сейчас уже освоили удаленную работу все таки да уже одну неделю точно мы с вами проработали из дома кто-то даже подольше кто-то только постепенно переходит 384 9535 смотрите коллеги у кого провод 9 кто-то может быть даже на 10 себя ощущает у кого на 9 будет здорово если будете тоже своим каким-то лайфхаками до делиться 563 если работа работа есть всегда но это отдельная тема вебинары вот и работа корее состоянием сейчас посмотрим с вами спасибо большое поняла поняла значит о чем мы с вами поговорим работа конечно же у нас сейчас вся на удаленке у кого-то это работа это работа с агентствами у кого-то это работа с туристами у кого-то эта работа перешла на такую самоорганизацию когда нужно проверить и те дела которые до этого до них не доходили руки то есть наверняка есть какие-то застоявшиеся документы которые давным-давно нужно было все перепроверить разобрать есть какие-то вещи которые давным-давно нужно было запустить его онлайн работу но тоже не доходили руки и вот сейчас как никогда нужно к этому приступить и казалось бы дает все очевидно но тут какой-то ступор и от многих я слышал что нет элементарно сил даже просто встать себя заставить что-то сделать а то есть поэтому мы поговорим с чего нужно начинать наш вебинар будет складываться из четырех таких колесиков четырех составляющих как нужно организовывать свою работу чтобы она была эффективной первое это организация собственно с чего мы будем начинать дальше это договоренности договоренности с руководством договоренности с подчиненными если такие у вас есть постановка задачи контроль опять же это вашим подчиненным до относительно либо коллегам если вы между собой распределяете какие-то задачи и собственно особенности коммуникации как вообще коммуницировать и как лучше связываться на онлайне какие есть особенности когда мы проводим онлайн совещания дали онлайн конференции организация первое чем начинаем это организуем рабочее место договариваемся с окружающими и планируем свой рабочий день вот здесь пожалуйста тоже от вас мне хочется узнать насколько у вас получилось организовать рабочее место назовем так это 1 2 и 3 вот есть совсем все окей а если с чем то есть какое-то недопонимание напишите с чем 3 планировать рабочий день правильно я понимаю то есть что-то пошло не так в планировании рабочего дня с окружающими семьей с детьми договорились с ребенком вижу 3 так насколько я понимаю в основном больше проблем идет по планированию хорошо коллеги тогда насколько будет возможно сегодня про это поговорим побольше со всеми договорились здорово здорово и катерина если что тоже поделитесь с нами лайфхаками я видела что там где-то пораскочила вопросе к сожалению я сейчас уже не отмотая его назад поэтому давайте так если а в течение вебинара вы не получите ответ на свой вопрос то в конце обязательно выделим время и вы спросите ok так что же идем тогда дальше рабочее место организовываем рабочее место первое что необходимо сделать конечно же выделить место для работы который не будет мешать ни близким не отвлекать вас очень часто люди допускают ошибку работая из дома это выбирают диван это выбирают кухню до часто другого варианта быть не может но мы должны понимать что кухня и диван это место которое предназначены для приема пищи и для расслабления так или иначе наша психосоматика срабатывает таким образом а я забыла помнить что образование я преподаватель психологии поэтому в этом вопросе тоже достаточно хорошо знаю так или иначе наш с вами организм с работы срабатывает таким образом что как только мы перемещаемся с вами работать на диван организму хочется отдыхать поэтому никаких планов он писать не хочет и выполнять ничего не хочет конечно же в идеале подготовить себе стол стул лучше чтобы это было не табуретка потому что вам должно быть комфортно по максимуму я слышала такие да историка там всего одна комната и у мужа работа и там например сына там учится в институте ему нужно лекции тоже там слушать писать и приходится как-то вот выкручиваться тогда какие есть решения зонировать да то есть как-то отграждаться как-то ставить не знаю на время там может быть ширмы придумывать импровизировать я вам раскрою секрет сейчас на данный момент у меня в комнате находится двое детей моих еще собака и все тоже сидят тихонечко дальше обязательно подготавливаем арктехнику это и гарнитура это по возможности принтер да это бумага плюс ко всему что до канцелярия то есть готовим себе полноценное рабочее место для того чтобы когда вы будете работать вам не пришлось отвлекаться на то что там куда-то бегать за листочком за карандашами куда чего записать всегда у вас под рукой также как на работе то есть вы должны полностью себя настраивать на работающий лайк работающий решите вопрос со скоростью интернета я хочу сказать что как раз таки первый день когда я только ушла на удаленную работу вот сейчас первое что я сделала это посмотрела какая у меня скорость интернета и дальше связала со своим провайдером да попросила чтобы не поставили чуть по скоростнее попросила что поставили тот тариф который там не имеет ограничений поэтому посмотрите если ваша работа сильно завязана на работе через интернет на то есть чтобы у вас был соответствующее соединение ну и как я уже сказала позаботь что у вас была канцелярия здесь вот я показала как можно протестировать свое соединение это speedtest.net то есть вы вбиваете и вам показывает какое у вас на данный момент интернет-соединение скорость интернета можно всегда это протестить и после этого собственно уже связаться со своим провайдером взаимодействие с близкими заранее предупредите близких у графики вашей работы и своего опыта хочу рассказать как делаю я то есть я заранее еще накануне с вечера предупреждаю примеру завтра я работаю с 10 до 7 сейчас у меня будет обед в такое-то такое-то время у меня будут совещания то есть но конкретно вчера я всех предупредила что сегодня в два часа мне будет вебинар поэтому пожалуйста отвлекитесь займитесь чем хотите только чтобы только чтобы на заднем фоне да у меня была тишина что относится относительно детей да я слышал что видел кто-то из вас написал что они не могут договориться с детишками конечно у меня в этом плане чуть попроще потому что постарше дети ну как как можно выходить из этой ситуации то есть договариваемся заранее какие игры можно в это время взять какие какими занятиями можно заняться но либо попросить других домашних чтобы они в это время побыли с вашими детьми да то есть нужно договариваться между собой тогда как как вариант еще какой-то там график дежурства то есть если вы вот-вот сидит рядом рисует вот видите алиса да ребенку сложно это объяснить согласно а тем более они маленькие ну вот у меня например даже мы сейчас искали с десятилетним компромисс то есть договорились так сейчас там два часа дома должна быть тишина потом можешь играть в playstation если это совсем маленький да конечно там чуть-чуть порисует но как вариант как я занимала своих раньше то есть это были пазлы это были разукрашки как самый прям такой экстренный вариант знаете когда они там маленькие и что-то разрешить там то что им раньше не разрешаешь там не знаю поковыряться там в какой-то моей там книжки иногда даже можно было бы дать там какую-то свою косметику которая уже не жалко это прям такие экстренные экстренные инструменты которые можно задействовать да да к сожалению в этом есть тоже свои минусы потом нужно будет убираться то есть здесь зависит от того насколько вам нужно уединиться вот если это ребенок конечно каждый день и каждый день нужно как-то с ним все-таки взаимодействовать а без конца давать ему свои вещи портить тоже конечно же нельзя здесь единственное то есть нужно будет договариваться с своими близкими да то есть папой с супругом одно время сидит он вы работаете другое время наоборот и мы сейчас пройдем тогда дальше посмотрим как все это тоже с коллегами совмещать то есть заранее мы составляем расписанием и еще такое можно использовать метод конечно на кого-то из детей сработает на кого-то нет когда дети маленькие можно какой-то придумать такой сигнальчик например когда у мамы там на на столе стоит игрушка тогда мама ни в коем случае нельзя трогать то есть такая вот игра когда мама убрала то можно подойти у мамы что-то спросить то есть но с детьми в любом случае только в игровой форме договариваться если им в приказном тоне они будут только на зло что-то делать школьник лишь бы отличь вам и не дать себе поработать планирование рабочего дня что она относится планирование я скажу так что без того чтобы что-то спланировать и всегда тяжелее будет выстраиваться работа что-то не приключилась в первую очередь всегда составляйте список дел на неделю я как правило это начинаю заниматься либо уже в пятницу либо в субботу то есть это не в понедельник делается это делается намного заранее это делается еще перед выходными выставляете список дел чтобы планируете сделать на следующей неделе разбивайте эти дела на каждый день то есть ставьте себе дедлайны что у вас есть определенная задача за следующую неделю мне нужно провести столько-то договоров к примеру там по столь кем-то столь кем-то связаться с этими людьми дальше загрузить это к примеру там серым и написать письма коллегам написать письма там оператором да если мы говорим по агентскую деятельность то есть вы расписываете все эти дела сначала вы расписываете объем на на целую неделю дальше вы разбиваете каждое дело по дню при этом имейте очень одно важное правило соблюдайте принцип 60 на 40 60 на 40 это планирование не больше 60 процентов вашего общего времени но конкретно например у нас очень часто проходят а онлайн совещание и если говорить о других коллег моих отзовитесь пожалуйста есть на здесь кто-то кто свое время также проводятся онлайн совещаниями за видео встречами напишите пожалуйста поставьте плюсик если вашу работу это входит просто хочется понять то чем занимается а кто поставил минусы скажите пожалуйста с своими коллегами с подчиненными каким образом вы связываетесь то есть вы работаете только вот сам собой наедине или у вас все-таки тоже есть кит коммуникации группа ватсап crm skype так тоже можно ну то есть в любом случае даже если у вас нету каких-то онлайн совещаний вы все равно так или иначе с коллегами взаимодействовать то есть у вас все равно будут какие-то телефонные разговоры у вас будут месседжи у вас будет общение в соцсетях и это как бы не казалось странным тоже нужно все вносить свое планирование наверняка знаете что особенно соцсети это еще те прокрастинаторы которые наше время очень сильно съедают поэтому заранее планируйте тем у кого рабочее время распределяется на какие-то основные задачи и совещания видеоконференции встреча также имейте ввиду что все это должно занимать не больше 60 процентов вашего запланированного времени если вы запланируете больше то вы по сути просто не успеете сделать все остальное у вас так или иначе добавляться какая-то текущая работа есть не может быть такого что вы что запланировали то у вас и пойдет так никогда не бывает то есть мы с вами предугадываем как мы будем работать а дальше уже смотрим потому что в любом случае будут добавляться какие-то отвлекающие факторы будут добавляться какие-то еще дополнительные задачи из одной задачи будет появляться другая тут еще коллега позвонил что-то там предложил сделать запустить или у меня нет видео я сейчас видео отключила сейчас кучу только презентацию того чтобы не весь интернет то есть я периодически включаюсь и большую часть показывает презентацию принцип 60 на 40 наталья что означает это то что я сейчас объяснила то есть когда вы заранее планируете свое время вы планируете 60 процентов своего времени 40 процентов и оставляете на те задачи которые могут возникнуть в ходе вашей работы то есть другими словами если вы в пятницу сядете и на сто процентов распланируете свою неделю с понедельника по пятницу и у вас вдруг появятся какие-то еще текущие задачи что вы будете работать 24 на 7 и и рано или поздно у вас произойдет взрыв вы перегорите вы знаете вообще и себя и своих близких работу это и вообще все что происходит вокруг это очень важный фактор соблюдайте и обязательно у вас должен быть заранее прописан перерыв на обед и отдых очень важно по своему опыту хочу сказать так как я делаю также в пятницу я расписала примерный план работы на неделю основные задачи прописала подзадачи которые я буду делать да то есть разбила их далее прописываю рабочий день 10 до 7 ставлю таймер на телефоне то есть когда начинается рабочая неделя в понедельник я ставлю себе таймер когда сажусь работать у меня срабатывает через определенное время таймер например поставила на час 20 Шасси там подумаю что час 20 я могу поработать через через час-двадцать меня срабатывает таймер я оставляя 1080 встаю и иду отдохну, потом возвращаюсь, заново ставлю таймер, то есть у меня есть таймер на перерыв, у меня есть таймер на обед, у меня есть таймер, когда мой рабочий день закончен, потому что, коллеги, удаленная работа, она имеет свою очень такую особенность, не могу сказать, что она нехорошая, но она имеет место быть, когда мы начинаем работать больше, чем мы работали бы в офисе, а это, опять же, ни к чему хорошему не приведет, надо работать головой, да, а не 24 часа в сутки и бесконечно уставать. Ну что, двигаемся дальше. Важно, очень важно. Все, камера, возможно, она загрузится. Коллеги, когда вы работаете из дома, не забывайте, не пренебрегайте макияжем и внешним видом, камера не хочет у меня включаться, макияжем и внешним видом. А почему это так важно? В первую очередь, это ваш настрой. Ну, согласитесь, когда вы ходите в тапочку и в халате, вот настроиться, сесть, какой-то план писать, с туристами с кем-то общаться, с коллегам звонить, ну, тут вот кофейку бы себе налить и с пончиком поесть. Тут еще и работа какая-то. Я вам больше скажу, вот сейчас, прямо сейчас, когда я вам веду вебинар, я даже в каблуках, на каблуках. То есть у меня туфли, у меня шпилки на мне одеты. И у меня, когда ребенок младший спросил, мама, зачем ты каждый день одеваешься красиво, а сегодня еще и туфли одела? Я говорю, потому что это работа, потому что это определенный настрой. Я понимаю, что все, я сейчас собралась, я работаю, я выхожу к вам. И каждое утро, вот у меня включилась камера, каждое утро, так же, как всегда, все равно макияж. Это не говорит о том, что нужно там, да, всегда красить ярко девушкам, да, даже туфли даже. Девушки имеют право там немножко отдохнуть кожей, сейчас у нас как раз такое время, но, тем не менее, работая из дома, мы ни в коем случае не забываем ни про свой внешний вид, ни про макияж. В любое время мы можем выйти в видеоконференцию, в любое время вам могут позвонить, но это же все равно влияет на ваш внутренний настрой, да, так или иначе, на вашу собранность. Поэтому ни в коем случае про это не забываем. Устраняем помехи. Здесь такая картинка шуточная, конечно, ну, про детей мы с вами уже поговорили, то есть нужно будет заранее искать какие-то способы, как их отвлекать, если ребенок маленький, когда даже не причесываясь. Вот и зря, Анастасия, с сегодняшнего дня начинаем. Да, то есть обязательно нужно следить своим внешним видом, это наш самонастрой. То есть, ну, как бы оно с чего начинается? Мы встали с утра, налили кофейку, и вот так вот в халате, так вот в тапочках, и дальше продолжаем. Тут захотелось телевизор включить, и что-то там еще покажу, поделаю. Тут вы встали, оделись, попили кофейку, настроились, да, накрасились, причесались, и тут как бы уже как-то и хочется поработать. Чего сидеть-то, раз накрасилась? Ну что, двигаемся дальше. Договоренности. Поговорим с вами про следующий пункт, это договоренности, договоренности с коллегами про планирование, про контроль всего этого остального, про каналы коммуникации и про время, да, что тоже немаловажно. Так, что для начала хочется обсудить? Кто из вас уже сталкивался вот с такой вот табличкой? Сейчас я включу указочку. Вот здесь вот у меня нарисован квадрат. Отметьте, пожалуйста, плюсиками, вот я уже вижу, Филипп поставил, Татьяна. Кто еще сталкивался, кто знает об этом? Плюсики, плюсики, плюсики. А кто не только сталкивался и знает, но еще и применяет это активно в своей работе, поставьте тоже, пожалуйста, плюсы. Или минусы, если знаете, но не используйте. Стараемся. Минус, плюс. Минус, минус, плюс. Ну, то есть все как бы понятно. Знать знаем, слышать слышали, но используем так получится. Штука эта очень классная, матрица Айзенхаура. Каким образом она используется, да, пройдемся по ней быстренько. Вы расписываете ваши дела на срочные и важные, на несрочные, неважные, срочные, но неважные и несрочные, неважные. Вот, как правило, тот, который четвертый квадратик, это ваши пожиратели времени. Это, опять же, немножко нас отсылает к планированию. Это о том, как распланировать свой рабочий день уже в плане задач, как расставить их приоритетность. Особенно сейчас. С одной стороны, мы работаем из дома, с другой стороны, это работа с туристами, если у вас агентская деятельность. Это работа с коллегами, очень много поступает задач. Они постоянно сыпятся, и нужно понимать, что конкретно сейчас нужно сделать, потому что для кого-то эта задача SOS, Аларм, нужна прямо сейчас, а вы понимаете, что у вас таких Аларм очень много. Тогда очень здорово нам на помощь приходит эта таблица. Вы ее берете и расписываете себе, какие дела у вас сейчас срочные и важные нужно сделать именно сейчас, какие дела у вас не срочные, но важные, это то, что нужно будет вам сделать во вторую очередь, потому что рано или поздно они станут у вас и срочными, и важными. И на какие дела вы уйдете, так скажем, отдохнуть. Это третий квадратик, где у нас срочно, но неважно. То есть такое вот. Дальше. Распределяем с коллегами задачи. Сейчас я опять отключу, чтобы не подвисал интернет, потому что у меня что-то подвисает. Распределяем с коллегами задачи. Если вы работаете во взаимодействии с коллегами, вам нужно будет всегда договариваться, какие задачи вы берете на себя, какие задачи будет выполнять ваш коллега, уровни и степень контроля. То есть когда кто перед кем отчитается, кто кому расскажет, все это обязательно нужно проговаривать. Есть такой замечательный пример, я его провожу у себя на тренингах с салфеткой, когда я прошу всех делать одно и то же, да, свернуть салфетку вдвое, оторвать у нее уголок, потом свернуть салфетку еще раз и оторвать у нее уголок, и потом в итоге из аудитории я прошу всех поднять с салфетки, и показать, да, эти вот рваненькие такие на снежинке похожи, у аудитории нету ни одной похожей салфетки. У всех они будут разные, они могут быть немного похожи, чем-то напоминающие друг друга, либо абсолютно разные, но полностью похожих не будет. Это к тому, что когда вы общаетесь со своими коллегами, и вы подумали, что вы взяли эту задачу, и вы решили, что вы отчитаетесь тогда-то, тогда-то, а ваш коллега подумал, что раз вы взяли эту задачу, то вы отчитаетесь абсолютно в другое время и абсолютно другими, скажем так, терминами, да, абсолютно другими результатами. Поэтому сейчас так никогда важно, когда вы работаете на удаленке, все с коллегами проговаривать, решать, какие сроки, решать со своим руководителем, какая будет система отчетов, какие дни, какие сроки, за какие задачи, если вы ставите себе план на неделю, вы должны понимать, если вы работаете сами на себя, и вам не перед кем отчитываться, у вас нет руководителя, значит, вы должны для себя проговорить, в какие сроки, за какую задачу вы должны будете сами перед собой отчитаться. Это, конечно, самое сложное, отчитываться перед собой, потому что тут можно искалтурить, можно на что-то закрыть глаза, но нет, это самое важное, коллеги. Пишите себе задачи, и не забывайте по ним ставить сроки и обязательно отчитываться. Помните про технику SMART, это тоже один из элементов планирования. Мы сейчас сильно глубоко не уходим в планирование, потому что это отдельная тема, если вам это будет интересно, мы с радостью для вас проведем отдельный вебинар про техники планирования, сейчас мы просто их поверхностно проходим. Распределяйте задачи по приоритетности, и договаривайтесь с коллегами обязательно об местах хранения. Это может быть какой-то общий Google Docs, это может быть ваш сетевой диск, на котором вы храните документы, это может быть какое-то облако, которым вы даете коллеге своему пароль. Так, я читаю сейчас вопросы. Иногда примерно, когда важно приоритетировать задачи, и их много при меня. Ага, это вижу. Так, если все задачи уже закончились, если все задачи закончились, и вы сейчас просто на удаленке работаете, но ставьте себе цели относительно уже личного развития. Алексей. То есть какие-то вещи в любом случае вам нужно сделать, ну, в жизни не поверю, что вот вы все вообще переделали, все переизучали. Алексей, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Мы сейчас прям с вами посмотрим. Так, а если задача не выполнена вовремя, посмотрим, да, как ее проконтролировать дальше. Про технику планирования. Не совсем понимаю, вопрос это или не вопрос. Алексей у нас молчит. Наверное, я ответила на его вопрос. Значит, мы договариваемся, да, еще раз повторяю, мы договариваемся с коллегами о том, кто какие задачи выполняет, у кого какая степень ответственности, договариваемся с руководителем, как мы отчитываемся, какие дни и сроки, каким образом, договариваемся, какой задачи, какой приоритет и с собой, и с коллегами, и с руководством, и договариваемся, где мы все это храним, и у кого какой доступ к чему есть. Так, Алексей, я тураген, все запросы уже всем написаны, теперь только обучение и ожидание. Да, Алексей, в любом случае, рано или поздно, и я думаю, что уже в ближайшее время, границы будут потихонечку открываться, и уже сейчас нужно будет думать о том, что вы будете делать, когда они откроются, как вы будете развиваться, во что вы будете вкладывать, на что вы больше не будете обращать внимания. То есть сейчас эту стратегию уже нужно продумать вперед. И как раз-таки сейчас у вас для этого есть замечательное время, поэтому ставьте себе задачи, изучайте различные каналы работы, смотрите, как работает онлайн, смотрите сейчас, как все работают через онлайн, что пошло, что не зашло. То есть сейчас как раз прям идеально для этого времени, для того, чтобы этим заниматься, для этого тоже нужно ставить себе задачи, посмотреть, как вы будете выполнять. Это не вопрос, пишет Мария, было бы здорово провести вебинар по технике планирования. Спасибо, пожалуйста, Мария, спасибо большое, Мария, мы над этим подумаем. Окей, двигаемся дальше. Посмотрите вот на эту картинку. Знакомы? Было у кого-то так? У меня показывает, что нестабильное соединение, так, меня слышно? Угу, было, да. Угу. Угу, у всех, да, плюсики, смайлики, плюсики. Коллеги, если еще буквально недели две назад можно было допустить себе такую вещь и разрешать коллегам, сотрудникам, туристам вашим, клиентам писать на все ваши мессенджеры, то сейчас вам нужно это урегулировать. Первое, что вам нужно сделать, если вы взаимодействуете с коллегами, то договориться о едином мессенджере, в котором вы общаетесь. Иначе потом вы не соберете концов, кто вам куда писал, кто вам где отвечал. Оповестите своих друзей в том же Фейсбуке, что на личные вопросы вы отвечаете только там-то, там-то. То есть если кто-то у вас хочет что-то срочно спросить, пишите мне на WhatsApp. Так, если у вас это рабочий чат, значит, вы также всех своих клиентов, коллег, сотрудников, с кем вы ведете коммуникации, вы заранее предупреждаете, что, дорогие мои, с сегодняшнего дня уже все, я начинаю общаться по рабочим вопросам, к примеру, там только через Viber, по личным только через WhatsApp. Да, у нас, например, есть это еще Teams, и, к примеру, то есть мы для работы пользуемся Teams, WhatsApp, только лично. Сокращайте это все, минимизируйте, иначе, во-первых, у вас будет тратиться очень много времени, и даже, наверное, не надо про это рассказывать. Teams – это программа Microsoft, она аналогична Skype. В рабочий чат пишут по 300 сообщений в день. Да, сейчас тоже поговорим, как с этим быть. Не могу сказать, Кира, бесплатно, не бесплатно, я не углублялась. Кира спрашивает, бесплатно ли Teams, просто не углублялась в этот вопрос, поэтому не могу сказать. Идентично Skype, поэтому, в принципе, можно для работы использовать Skype, и сейчас тоже про это поговорим, какие еще есть. Значит, понимаем, да, с коллегами мы общаемся по одному каналу связи, и прям вот приучаем, что, дорогие мои, если вы хотите, чтобы я вам ответила, пишите только сюда. Если что-то экстренное, СОС, звоните, да. Если это какой-то там текущий вопрос, значит, туда-то, туда-то. Если это клиенты, то такое, чтобы у вас было распределение. Если это близкие, вы знаете, что они вам там пишут на определенный тоже мессенджер. Все, и вы видите. Конечно, это не вот прям сразу, конечно, это не одноминутно, что вы написали там, да, в Фейсбуке, все, теперь все мне по работе пишут на WhatsApp, и всем только туда пишут, но перестраивайте. Иначе у вас будет очень сильно свидаться время, вы будете... Ну, даже вот давайте с вами вспомним, сейчас я вернусь обратно на картинку. Давайте с вами вспомним даже такую ситуацию. Значит, вы сидите, работаете, у вас 350 сообщений в WhatsApp от коллег, сотрудников, там, может быть, от туристов. Тут у вас появляется сообщение в Фейсбуке. Как бы не прочитать не можете, нужно зайти посмотреть. А вдруг это все-таки от коллеги, вдруг какой-то важный вопрос. Вы заходите, тут же там в какой-то группе что-то там пишут, обсуждают. Вы отвлеклись, пошли, почитали, тут же в Телеграм что-то там пришло, мы не понимаем то, не то, ну, как-то не посмотреть, ну, нет, надо посмотреть. Короче, оборачивайтесь, прошло полтора часа. Посмотрели, называется сообщение в WhatsApp. Так, читаю вопрос. А если у клиента нет вообще приложений, а таких много, и его не переключить на единую систему приемных сообщений? Ни почты, Алис, у него ни почты нет, вообще ничего. Алиса. У меня Алиса открылась. Моя Алиса Яндекс решила мне выйти. Такие встречаются. Значит, таких, я думаю, их не очень много. Ну, да, конечно, есть, да. Понятно, что если таких у вас будет 100 человек, это один вопрос. Если у вас таких 1, 2, 3, и им, ну, проще, быстрее позвонить. А все остальные у вас на одном канале общения, например, на WhatsApp, там, да. Если же у вас 100 человек, и они все у вас без WhatsApp, без электронной почты, ну, здесь уже только личное общение, безусловно. Так, ну что, переходим дальше. Вот как раз так выглядит Teams. Это канал коммуникации, мы его очень активно используем. Решите с коллегами, каким способом связи вы будете пользоваться. Посмотрите возможности Teams, если у вас возможно его установить. Если нет Teams, пользуйтесь скайпом. Там тоже также есть групповое видео. И еще одна такая рекомендация. Пользуйтесь при общении с коллегами видеосвязью. Во-первых, вы видите слушать для вас коллега. Во-вторых, давайте вспомним с вами про каналы восприятия. И меньшинство из нас воспринимает информацию аудиально. И все-таки большинство из вас визуала. И я вот лично по себе знаю, что я периодически отключаюсь. Мне очень сложно без визуального восприятия присутствовать на совещании. То есть я на слух прям ужасно воспринимаю информацию. Я прям вот отключаюсь периодически. И не я одна такая. Это особенность восприятия. Поэтому если у вас идет какое-то совещание, если это совещание не на 150 человек, естественно, то лучше использовать видеосвязь. Вы будете видеть, что у вас делает ваш коллега. Слушает ли он вас? Да, плюсики пошли. Спасибо, коллеги. Двигаемся дальше. Вот здесь как раз-таки для вас я еще подготовила три инструмента. Посмотрите. С Zoom наверняка многие уже сталкивались. Здесь это тоже такая платформа для видеоконференции. Позволяет до 50 человек организовать конференцию. Каст и Талки тоже можно посмотреть. Ну, здесь в зависимости от того, чем занимается ваша компания, сколько у вас человек, как часто вам нужны конференции, как часто вам нужны видео встречи. Да, если же у вас туристическое агентство, вы можете сейчас использовать тот же Zoom для общения со своими туристами на будущее. Вы можете с ними общаться про туры, что можно рассмотреть. То есть вы можете это использовать как пиар, скажем так, для того, чтобы встречаться с ними, рассказывать про направления, рассказывать про то, куда можно будет полететь осенью. Осенью уже спокойно можно будет летать. То есть думайте, как бы еще вот так вот, шире. Зачем это все нужно и как это можно использовать. Так, ну что, двигаемся дальше. Про планирование время. Спланируйте свой рабочий день по времени. Дальше обязательно следите за режимом дня, не засиживайтесь допоздна. Сейчас есть такой момент, когда мы все работаем из дома, либо мы вообще за работой засиживаемся до позднего, либо работа закончилась, но мы продолжаем смотреть фильмы, прокрастинировать, лазить по соцсетям, еще какими-то вещами заниматься. Это очень сильно, опять же, нас расслабляет, сбивает с темпа, подумайте, что рано или поздно мы с вами выйдем, будем дальше работать, работать уже оффлайн. И надо все-таки поддерживать свой рабочий режим, свой рабочий график, чтобы потом было вам тоже легче входить. Но и сейчас для того, чтобы выполнять какие-то задачи, вам легче все это будет делать, если вы будете соблюдать режим дня. Устанавливайте определенное количество встреч, это относительно работы с коллегами, то есть тоже заранее договаривайтесь, сколько встреч у вас будет, чтобы и коллеги видели заранее, насколько вы заняты, и вы понимали, сколько вы можете уделить время на видео встречи. Здесь, опять же, относимся обратно к планированию, 60 на 40 вспоминайте. Следите за таймингом совещания, если у вас проходит совещание, и вы заранее договорились, что оно будет, к примеру, 30 минут, значит, следите за тем, чтобы вы уложились. Понятно, что хочется поговорить друг с другом, все соскучились, понятно, что кто-то сидит дома, и вообще ему хочется поговорить, потому что он один, я имею в виду дома один, да, не с семьей, и ему, в принципе, хочется поговорить с людьми. Но, тем не менее, чтобы у нас все это не растягивалось, следите за таймингом. Планируйте совещание и переговоры в общем рабочем календаре, чтобы все коллеги это видели, а не так, чтобы только у себя где-то это назначили, да, а коллеги потом уже за 5 минут об этом узнали. Сообщите коллегам ваше рабочее время, договоритесь. У каждого из вас, ну, либо есть ваши подчиненные, да, либо есть ваши коллеги, либо руководство, то есть в любом случае вы с кем-то ведете коммуникации, возможно, у вас это туристы ваши. Для того, чтобы вам не начинали писать в 5 часов утра, в 7 часов утра, потому что мы сейчас все на удаленке, и как бы казалось бы, можно писать в любое время. Нет, мы все равно с вами в первую очередь все люди. У нас есть определенное рабочее время, поэтому мы его согласовываем с нашими коллегами, с руководством. Все-таки удаленно работать в такой же рабочий день, как я уже говорила, то есть у меня он, например, с 10 до 7, да, то есть я встала, позавтракала, настроилась, в 10 часов садимся работать, соблюдаем перерывы, в 7 часов утра, в очень день заканчивается. Все, и дальше мы идем отдыхать. Так, переходим дальше. Скажите, пожалуйста, если сейчас по пройденному блоку у кого-то из вас вопросы, если есть, напишите их, пожалуйста, если нет, то мы двигаемся дальше. Сейчас вижу вопросом, пока не мне. Если вопросов нет, тогда просто плюсики поставьте, чтобы я видела, что вы еще здесь, вы слушаете, просто вопросов у вас нет, и мы тогда двигаемся. Ага. Все, окей, коллеги. Супер, тогда двигаемся. Постановка задач и контроль, да, собственно, как ставить задачи своим сотрудникам, как контролировать, какие каналы коммуникации при этом использовать, поговорим с вами сейчас немножко и об этом. Делегирование и постановка задач. Первое, когда вы ставите задачу своим сотрудникам, спросите о загрузке, да, то есть сможет ли этот сотрудник выполнить данную задачу, потому что, возможно, вы поставили, и понимаете, что он должен это сделать непременно и сиюминутно, но он не выполнил какие-то еще предыдущие задачи, да. Поэтому обязательно спрашиваем о загрузке, отмечаем предыдущие успехи, коллеги, всегда. Дальше. Не забываем про технику SMART, да, то есть задача, она должна быть конкретная, она должна быть измеримая, она должна быть конкретным временем измеряться, к какому сроку она должна быть выполнена. Мотивируйте своих сотрудников. Почему выбрали именно этого сотрудника для выполнения данной задачи? То есть тебя я выбрала, потому что ты справляешься с этой задачей лучше других твоих коллег. Другому коллеге я назначаю такую-то задачу. То есть сотрудник, он должен понимать, почему именно он выполняет сейчас эту задачу. Дальше. Всегда проверяйте, насколько понял ваш сотрудник то задание, которое... Минута. Минуту. Так. Нет звука. Так. Слышно? Я вижу плюсики. Появилось. Все. Все. Окей. Без паники. Я здесь. Я здесь. Спасибо, коллеги. Так. Ну что? Двигаемся дальше. На проверке остановились. Значит, когда мы даем своему подчиненному, своему сотруднику задачу, мы всегда у него спрашиваем, насколько он ее понял. Потому что мы ее понимаем по одному, коллега находится на другом конце соединения, да, в данный момент. Он может ее понять абсолютно по-другому. Дальше. Обсудить. Обсудить ресурсы и их наличие. Насколько он реально может эту задачу выполнить. Какие у него есть для этого ресурсы. Какие пути выполнения. Что он будет использовать для того, чтобы выполнить эту задачу. То есть убедитесь тем, что вы не просто ставите задачу, а что у вас сотрудник ее сможет выполнить. И дальше форма контроля. Вот здесь как раз-таки нужно... Кто-то из вас ранее спросил, а что, если задача не выполнена? Скажите мне, пожалуйста, я сейчас у вас по-прежнему зависаю. Может быть, мне отключить все-таки видео, чтобы не зависало. Отпишите. Все окей? Нет, все окей. Все, все, замечательно. Смотрите, вот как раз-таки возвращаясь к вопросу, если вы поставили своему сотруднику задачу, а он с ней не справился, да, спасибо, коллеги, вижу, а он с ней не справился, значит, на этапе постановки задач какой-то момент был упущен. То есть, первое, вы всегда спрашиваете у сотрудника, сможет ли он эту задачу выполнить в тот срок, который вы ему ставите. И, конечно же, вы оговариваете тот срок, потому что вы предполагаете, что это может быть срок А, а коллега, ваш сотрудник, думает, что это срок Б. И поэтому он-то себе прекрасно думает, что он все успевает, и он справился, а вы думаете, что задачу не выполнена. Поэтому как раз-таки форма контроля – это сроки, которые вы при постановке задачи всегда озвучиваете. Давайте там... Иван Иванович, давайте с вами поставим задачу такую, чтобы к среде она была выполнена. Вы сможете ее выполнить? Иван Иванович говорит, да, попробую выполнить. Если Иван Иванович не получается в среде ее выполнить, то по-хорошему Иван Иванович должен об этом доложить. И вот как раз-таки сейчас я перехожу к тому слайду, как действовать сотруднику при получении и выполнении заданий. Первое. Когда мы получаем какую-то задачу, всегда нужно записывать. Когда у вас идет совещание, в виде компенсации, старайтесь все фиксировать. Иначе потом все равно вы закрыли, у вас половина информации потерялась. Фиксировать какие-то ключевые моменты, тезисно записывать, что вы говорите. Это вообще относится к любому совещанию. Все фиксировать, все записывайте. Дальше. Обязательно задавайте вопросы. То есть вы получили задачу, уточните. И если вы как руководитель сейчас слушаете, когда вы даете задачу, вы также задаете вопросы, насколько у вас сотрудник эту задачу понял. Тут же вы сразу поймете, если вдруг что-то недопонятно. Если вы сотрудник, вы прояснили все вопросы, приступили к выполнению. И тут вы понимаете, что у вас есть какая-то сложность. Но удаленке руководителю непонятно о том, что возникают сложности. Этого не видно. Мы все с вами коммуницируем, каждый на своем пространстве. Поэтому здесь очень важный момент. Руководителю заранее проговорить, что «Иван Иванович, если у вас возникнут какие-то вопросы по выполнению этой задачи, обязательно мне об этом сообщите, если у вас возникают сложности с выполнением этой задачи». Потому что руководителю нужно знать, на каком этапе и как вообще продвигается эта задача. Вам же как сотруднику нужно не бояться и всегда сообщать о том, что вот я планировал так-то, так-то, но здесь возникла такая сложность. Поэтому беру отсрочку, до следующей среды эта задача будет выполнена. Соответственно, у вас руководитель понимает, на каком этапе, в связи с чем, какие возникли сложности и когда это будет выполнено. Все. И здесь уже будет легче. Ну и, соответственно, когда мы уже понимаем, что все сделали, обязательно докладываем о результате. Как докладывать о результате? необходимо заранее, опять же, договориться со своим руководителем. В каком виде вы предоставляете отчет о выполненной работе, отчет о выполненной задаче. У кого-то это может быть общее место хранения, для кого-то это может быть таблица в Excel, а у кого-то это может быть в планере, в задачах, отметка, что задача выполнена. И сейчас как раз-таки я для вас открыла. Смотрите, мне, например, очень удобно пользоваться Outlook. В Outlook есть прям отдельная графа, которая называется «Задача». Я когда сама себе планирую, я расписываю эти задачи, и там открывается как текст письма, и прям вот пишете, то есть нужно выполнить такую-то задачу. Тут же вы понимаете, что для этого нужно. Вы эту всю задачу структурно расписываете и ставите для себя срок. Когда я эту задачу выполняю, я нажимаю «Выполнено», этот отчет приходит моему руководителю, она не просто видит, что задача выполнена, она видит, что именно по этой задаче я делала. То есть если вы заранее со своим руководителем договорились, что для вас эта форма отчетности удобная, окей, да, если у вас какая-то другая форма отчетности, значит договариваетесь, в каком виде вы будете предоставлять отчетную, соответственно, руководитель, задача руководителя – сказать, где и в каком виде он ждет исполнение задачи от сотрудника. Еще вот такую программку до вас нашла, я посмотрела, то, что она бесплатная, либо какой-то у нее там совсем минимальная оплата, лидер-таск. И здесь также можно ставить задачи в планере, расписывать их, иметь общий доступ, и это может видеть и сотрудник, и руководитель, либо его можно использовать как личный планер. Когда вы ставите задачи какие-то для себя, вы их расписываете, вы фиксируете себе цветом, что выполнено, либо не выполнено, на какой стадии это находится. То есть это такая уже самодисциплина, это вопрос о самодисциплине. Кира пишет, я использую Трелла. Да, тоже видела такую программу. По-моему, она там тоже есть с льготным периодом и платная. Не знаю, коллеги, если вы пользуетесь, напишите как раз-таки в чате, чтобы коллеги видели. Если кто-то знает еще какие-то планеры, удобные инструменты, где можно ставить себе задачи, пишите, пишите, чтобы другие тоже видели. Да, в основном Трелла. Вот, супер. Супер, то есть планерами пользуемся обязательно, особенно сейчас это актуально, как никогда, потому что мы все с вами работаем на удаленке, как ранее я уже сказала, можем в любой момент с вами свою самодисциплину отключить, а тут у нас планер есть, и мы по нему четко двигаемся. Доверие и страх потерять контроль. Это относится к руководителю. Это, конечно же, первое, с чем мы сталкиваемся, когда у нас сотрудник уходит на удаленную работу, будет ли он выполнять свою работу, или все это будет идти как-то под хвост. Нужно себя в этом плане немножко успокоить, потому что пока у вас внутри есть страх потери контроля, вы не можете, как руководитель, полноценно функционировать. Нужно в первую очередь доверять. Для того, чтобы доверять, мы с вами просмотрели уже несколько рычагов, как можно воздействовать. Мы с вами посмотрели инструменты, которыми можно пользоваться. Конечно же, это, опять же, планирование и контроль. Если у вас все это будет выстроено, если вы договорились с своими сотрудниками, то здесь вы видите, либо задача выполнилась, либо задача не выполнилась. Опять же, если она не выполнилась, вы видите либо промежуточные какие-то итоги, то есть договариваете себя промежуточно, либо человек не выполнил ее. Соответственно, вы просто понимаете, как сотрудник у вас работает. Настройки стандартов контроля. Первое, с чем нужно будет вам поработать, это сформулировать стандарт по SMART, определить ключевые точки эффективности сотрудника. То есть, это, опять же, про доверие, а не страх потери контроля. Как осуществлять контроль? Использовать различные методы. Провести промежуточные и заключительные контролирования. Если говорить на примере одной задачи, поставили вы задачу своему сотруднику прозвонить 15 человек к пятнице, поставили вы это, например, в среду. Значит, сразу ставите человеку такую планку, что ты должен это сделать в пятницу к пяти часам, если у тебя не получается, ты видишь уже в пятницу в десять часов утра, ты должен мне сообщить. либо ты должен в пятницу к пяти часам это сделать, напрошу тебя там каждый вечер мне присылать отчет, как движется, как продвигается твоя работа, сколько ты сейчас сделала, сколько человек ты сейчас прозвонил, ну, условно. Либо ставить задачу в понедельник, к пятнице подготовить презентацию по определенному формату, определенной теме. Опять же, у вас заранее должна быть договоренность, в какие дни, какой вид отчета у вас должен приходить от сотрудников, чтобы вы тоже видели, выстраивали свой компьютер. Тогда все будет замечательно. Определите соответствие результату установленным стандартам, оцените допустимость отклонений, то есть, если сотрудник вам присылает, говорит, вот, к пятнице я должен сделать 15 звонков, сейчас четверг, и я сделал 3. Ну, то есть, тут нужно уже с сотрудником поговорить. В связи с чем? В связи с чем? Такой маленький результат, да? Проанализировать и посмотреть. Либо подкрутить его задачу, либо подкрутить сотруднику. Дальше, последнее, это выбрать действие. То есть, вы в любом случае первое время пробуете различные техники, различные требования, различные виды отчетов. Когда вы попробовали раз-два, вы уже смотрите, для какого сотрудника. Тут даже еще речь не о том, что вы выбрали разовую какую-то технику, и она у вас под всех сотрудников подходит. Для каждого сотрудника может подходить определенный вид контроля. Кого-то нужно контролировать каждый день и каждый вечер с него спрашивать отчет, а кому-то достаточно задачу поставить в понедельник и сказать, что ты мне прислаживаешь отчет в среду промежуточный и в пятницу. И вы понимаете, что это будет достаточно. То есть, здесь вы, когда уже проверили, посмотрели, по итогам выбираете какую-то свою технику, методику, как вы будете работать со своими сотрудниками. Дальше поговорим с вами про коммуникации и так предполагаю, что будем с вами уже потихонечку заканчивать. Совещание и встречи. Первое, что рекомендуется делать, это, конечно же, планерки в начале недели. Связывайтесь со своими коллегами, спрашивайте, какие у них планы, ставьте цели и задачи и обязательно обозначайте статус проектов. То есть, опять же, если у вас где-то в общем планере, если все это видят в общем доступе, чтобы вашим коллегам, чтобы вашим сотрудникам, чтобы вашему руководителю было видно, какая задача у вас сейчас в каком находится статусе. Кто что делает прямо сейчас, это обсуждаем на встрече также личной, когда созваниваемся, кто какую задачу, какой этап у этой задачи, сколько осталось сделать и подводим итоги. То есть, видеоконференции, для чего они нужны. Созвонились, договорились, посмотрели задачи, какие идут, какие не идут, что где стопориться, на каком этапе и когда все это закончится, либо уже отчитывайтесь о проделанной работе. Дальше, сократите количество и продолжительность встреч. Это опять же, о тайминге, то есть заранее также договаривайтесь с коллегами, сколько встреч у вас будет в неделю, какая встреча будет чему посвящена, какая продолжительность каждой встречи. Это же понятно, что хочется поговорить. Тот, кто работает, и у него тут еще все члены семьи, это один вопрос, если коллеги работают, и они одни находятся дома, да и просто могли по вам соскучиться. но в то же самое время это будет красить наше рабочее время, поэтому заранее договаривайтесь, сколько времени у вас уйдет, на какое совещание. В идеале заранее договориться, вообще, каким образом вы будете выстраивать данное совещание. К примеру, созвонились и договариваетесь, что на обсуждение каждого вопроса по пять минут. Включаем таймер. Помним, что у нас видеосвязь, мы с вами все записываем, фиксируем и плюс добавляем таймер. Так, коллеги, тема дня такая-то, такая-то выступает сегодня Вася, Петя, Оля, Ира, каждому дается по пять минут, каждый озвучивает свою тему, рассказывает то, что по ней сейчас идет, если эта задача отчитывается по этой задаче, если у него есть вопросы руководителя задает, соответственно, руководитель тоже спрашивает, переключаемся на следующего. Таким образом, у нас не будет сильно растягиваться это совещание, не пойми в какую сторону, и будут решены рабочие вопросы. Ну, ни в коем случае, естественно, не перебиваем друг друга. Дальше. Конференц-связь. Что еще есть? Какие особенности? Как я уже вам не один раз проговорила, видео или аудио. Лучше, конечно же, видео, чтобы вы видели коллег, чтобы коллеги видели вас. Это обеспечивает и внимание, и концентрацию, вообще вы видите, чем у вас занимается человек. Аудио можно включать, если у вас проблема со связью, вот как я, например, сейчас несколько раз отключала видео, потому что подвисало, и таким образом было лучше соединение. Выключайте звук, если не говорите при помехах, когда печатаете. Это про вот эти вот наши онлайн-чаты, совместные совещания, то есть там есть микрофончик, со временем вы привыкнете, тогда, когда говорите, микрофончик нужно включать, тогда, когда вы не говорите, микрофончик нужно отключать, потому что в это время ваш коллега вещает, и чтобы посторонние шумы не мешали, если вы хотите сказать, вы обратно включаете микрофончик. Дальше, внимание, используйте чаты, часто обращайтесь по имени, так как мы с вами общаемся сейчас на удаленке, опять же, да, это очень важные такие моменты, которые нужно задействовать, чтобы включалось внимание у ваших коллег. задавайте вопросы, введите записи, дальше, готовьте материалы и рассылайте их заранее, если вы знаете, что у вас будет совещание относительно определенной темы, заранее пришлите материал, заранее укажите в этом материале, на что коллегам необходимо обратить внимание, заранее пропишите, опять же, тайминг, да, то есть договоритесь, если вы заранее обо всем этом договорились, то когда у вас началось уже совещание, это не растягивается так сильно и вы не будете уходить под тему. Вы решите те вопросы, которые вам нужны и пойдете дальше спокойно работать. Дальше, подключайтесь за 5-10 минут. Видела такую ситуацию, когда было совещание и оно началось условно там в 3 часа, люди подключаются в 3.05, в 3.10, ждем, пока настроится связь, ждем, у кого-то работает микрофон, у кого-то не работает микрофон. Опять же, чтобы сократить все это, пожалуйста, подключайтесь за 5-10 минут к своему внутреннему совещанию, проверяйте микрофон и проверяйте вашу связь. И когда у вас уже начинается все совещание, опять же, вы обсуждаете именно ту тему, ради которой вы все собрались, не тратите больше ни на что время. И тестируете, опять же, работу связи, технические вопросы. Что еще есть из особенностей коммуникации? Так как мы все-таки с вами, да, не видим друг друга и можем общаться либо по аудиосвязи, если это зависает в общем видео, поэтому имеет место быть еще некие особенности. Первое, ну, вообще, когда мы сидим с вами дома и работаем на удаленке, нам как никогда требуется общение. Вот я даже слышала такую фразу от кого-то из своих родственников телефон общалась и говорит, слушай, сидел всегда дома, никуда не хотелось выходить, общаться особо не хотелось. Сейчас, как только меня заперли дома, так мне, говорит, прям вот хочется с народом общаться и выйти куда-то. Вот скажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть еще такое чувство, когда вот как только тебе связали крылья, так хочется общаться, хочется куда-то выйти, хочется поговорить с народом. Плюсик. Угу. Да, плюсик. Угу. Нет, Ирина. Плюсик, плюсик, плюсик. В основном плюсик. Угу. Я так много общаюсь, что сейчас хочется отдохнуть. Вот супер, у кого-то наоборот. Сестра говорила, что так. Вот. То есть это к тому, что опять же, когда мы работаем с коллегами на удаленке, кому-то из нас нет, вообще не хочется пообщаться, вышли на связь, пообщались и все, но большинству из нас не хватает общений. Да? Это особенности нашей с вами онлайн работы. Поэтому, о чем, опять же, я хочу сказать, когда мы с вами заранее согласовываем совещание, когда мы с вами заранее согласовываем какие-то звонки, когда мы знаем, что мы звоним коллеге по работе, обозначиваем время, обозначиваем, сколько мы какую тему обсуждаем. Иначе можно на очень долго вообще разбрестись, обсуждать разные темы, потому что есть такой факт, что не хватает сейчас общения. Лаконичность, да, и общаемся по работе, общаемся на те темы, которые сейчас актуально обсудить. Средняя скорость речи. К сожалению, есть на такое, я говорю, достаточно быстро, но мне сейчас хочется вам всю эту информацию передать. по-хорошему нужно говорить чуть-чуть медленнее и следить за своей мимикой, да, чтобы, если у кого-то зависает звук, то вы еще плюс ко всему могли у меня читать по губам, как все это происходит. Вовлекайтесь, вовлекайтесь в обсуждение, делайте паузу, задавайте вопросы. Вот как я вам сейчас задавала, также, когда вы по видеосвязи общаетесь со своими коллегами, задавайте вопросы, спрашивайте, насколько понятна эта тема, насколько коллега понял, что он вообще понял, да, потому что можно, опять же, отключаться. Техники активного слушания, как никогда, нужно использовать при удаленной работе, да, то есть это, ага, да, 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 я вас понял, опять же, да, то есть это, говорим про то, когда мы общаемся удаленно, когда у нас какое-то совещание. Перефразируйте, резюмируйте, подтверждайте, что вы услышали, согласны, не согласны, ну, то есть когда у нас идет диалог тет-тет, и он оффлайн, мы видим, мы видим, что человек нас слышит, мы видим, что человек понял, чаще всего, да, но когда мы работаем удаленно, мы не понимаем, человек услышал, не услышал, поэтому мы стараемся и по телефону, и по видеосвязи, говорить, да, 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 я тебя понял, окей, значит, правильно я понимаю, что мне нужно будет к завтрашнему дню предоставить тебе два отчета в Excel под названием отчет 1 и отчет 2, да, ты меня правильно понял, да, то есть, ну, вот таким вот образом у нас складывается диалог. Дальше, опять же повторюсь, что не записано, не существует, поэтому все всегда записывайте, любое свое совещание, любое свое общение с, будь то клиентами, будь то с коллегами, с сотрудниками, фиксируйте, то есть сейчас все это должно фиксироваться. Договоритесь о том, кто ведет записи, если у вас идет видео совещание, то у вас должен быть выделен один человек, который как секретарь все это фиксирует, ключевые, основные моменты, и даже если вы что-то забыли записать, вы что-то там упустили, то потом этот секретарь вам присылает отчет о проведенном совещании, который каждый сотрудник сможет прочитать, каждый сотрудник, который был на этом совещании, и, собственно, посмотреть, к чему пришли, что решили. Дальше записывайте план обсуждения, важные идеи, решения, протокол, Татьяна спрашивает, да, да, что-то типа протокола. Записывайте план обсуждения, важные идеи, решения и договоренности, да, опять же, то есть на удаленке, когда работаем, у нас идет совещание, что-то важное выскочило, тоже это сразу зафиксировали, и еще такой один момент, смотрите, может быть при обсуждении какой-то задачи, конкретно сейчас, вот в этот момент, не находится решение. Окей, значит, вы откладываете, вы тоже записываете, говорите, ладно, там, чуть позже мы придем к этому вопросу, но все равно ее нужно записать, нужно записать какие-то основные ключевые моменты, которые были по этой идее, да, там, о чем подумали, чтобы потом можно было вернуться и доработать эту идею. Да, то есть повторим с вами, что ключевое сейчас на удаленной работе нужно очень много записывать, нужно фиксировать, нужно переспрашивать, нужно уточнять, нужно ставить четкие сроки. У меня все. Из того, что мне еще хотелось бы прям вот буквально чуть-чуть сказать по поводу месседжеров, попросите, пожалуйста, еще сейчас всех своих коллег, ваших, если это туристов, да, то клиентов, чтобы вам не присылали голосовые сообщения, потому что вы потом, опять же, не сможете найти, какое сообщение, где, когда было. Да, в том же WhatsApp у нас есть такая строчка поиска, если вы там выбьете слово, вы быстренько эту переписку найдете, а вот если вам человек присылает аудиосообщение, то потом вам будет все это очень сложно найти, где и когда вы об этом общались. Так, ну что, у меня все, есть у вас какие-то вопросы. спасибо, тут пишут мне чудо-детки, которые не шумели лежатся, тихонечко с телефонами. Благодарю, спасибо вам тоже. Супер, спасибо. Мне очень приятно, что я была вам полезна. Окей, спасибо, коллеги. На данном слайде указана моя почта, вы можете всегда написать интересующие вас темы, что вам еще интересно будет послушать, темы вебинаров, да, сейчас тренинги у нас пока все вот так вот проходят онлайн, поэтому мы только рады. Так, вопрос, будет ли запись, я не могу на него ответить, если сейчас мои коллеги в чат напишут, будет ли запись, то отлично, я, к сожалению, Анжелика подскажет, да, будет, коллеги, запись будет, все здорово, сможем посмотреть. Значит, еще раз спасибо вам большое, спасибо вам за то, что уделили время, если у вас будут какие-то предложения, вопросы, моя почта на слайде, пожалуйста, пишите. Где найти эту запись? Я думаю, что она будет в архиве вебинаров. Все. Всем всего доброго, коллеги. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok